Приветствую вас, и вот так прямо сказать о том, значит, с чем связаны ваши подобные сны, я думаю, достаточно будет сложно, потому что нужно разбирать зависимоотношения с отцом. Вы знаете, как бы наши родители, они очень прочно, глубоко входят в нашу жизнь и когда мы вырастаем, то, когда мы именно вырастаем, то не всегда получается полностью избавиться от тех, например, переживаний, которые у нас имелись. И вы знаете, вот в процессе, вам правильно сказала моя коллега, которая первая ответила на ваш вопрос, она правильно сказала, что нужно проговаривать ваши отношения с отцом. То есть, что-то в них там такое было, что заставляет вас, скорее всего, ну, по моему мнению, заставляет вас позиционировать, знаете, как насилие. То есть, насилие здесь не стоит воспринимать как-то уж чересчур, может быть, буквально чересчур, прямо, но насилие какое-то было. То есть, что за ваш отец явно делал против вашей воли? Вот вы, как представляете это себе? То есть, с вами происходит во сне. Вы представляете себе, что то, что вы делаете, это против вашей воли, ведь получается, да? Потому что для вас это противно. То есть, против воли, то есть, возможно, это и есть какая-то обида. То есть, отец, возможно, получив доступ к чему-то очень близкому, интимным у вас, ну, вероятно, воспользоваться этим очень недавно обидно, или, знаете, как-то вот в своих целях, да, в своих эгоистичных каких-то побуждениях, например, и вас это очень сильно обидело, обидело до сих пор, вы не можете забыть. То есть, вот такой, такой вот, как вариант, интерпретации того, что с вами произошло, вполне может быть. Но, как вариант, то есть, нужно понимать, что в действительности вариантов может быть много. И интерпретации, интерпретации того, что с вами произошло, тоже может быть очень много. Вот так просто гадать, например, мне бы не хотел, потому что, ну, надеюсь, вы понимаете, да, что гадать это дело неблагодарное, гадать это дело очень такое долгое, да, то есть, можно гадать, 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 и так ни к чему не прийти, ну, спустя довольно большое количество времени. Поэтому, именно, если говорить про то, что значит, то, что вот у вас произошло, то, что с вами произошло, если говорить об этом, то я думаю, что справедливо будет, если все же по совету коллеги, вы обратитесь за личной консультацией и проговорите это все. Вполне вероятно, что у вас есть какие-то негативные эмоции, которые находят выход вот так, в какой-то форме. Может быть, значит, поскольку у вас это с молодым человеком происходит, да, то есть, вы начинаете это испытывать, именно, когда с молодым человеком встречается, начинаете встречаться. Значит, молодой человек чем-то напоминает вам отца поведения, чем-то он вам навевает отца, я думаю. Думаю. И это тоже на самом-то деле момент достаточно такой, серьезный. И нужно с этим разобраться, нужно понять, что именно, что именно выставляет вас думать в этом ключе. Что именно вы, что именно запускает этот механизм. Потому что, ну вот, например, по моему мнению, по моему мнению, то, что у вас происходит, можно назвать своего рода комплексом. Почему комплексом? Ну, ответ достаточно просто. Комплекс в данном случае, это своего рода такая, знаете, вот, как бы, ядерная, ядерная конструкция, то есть, когда-то у вас было очень яркое эмоциональное впечатление, яркое эмоциональное переживание, именно вот на этот счет, именно вот по этому поводу. А теперь, когда у вас возникает ситуация наподобие, вот, наподобие той в детстве, вы, как бы, заново ее переживаете, и запускается механизм, запускается механизм тех самых эмоций, тех самых переживаний. И я думаю, что в данном случае это именно, именно то, что с вами происходит. И нужно определить первоначальную, значит, первоначальную эмоцию, и отделить ее от тех, значит, которые следуют за ней. Ну, все это нужно осознавать, пока это на уровне вашего подсознания. И, естественно, обиды ваши, которые у вас есть, они, конечно же, знаете как, они, ну, я бы сказал, что они прямо вот именно были подавлены, когда. То есть вы, конечно же, будучи ребенком, скорее всего, не знали, как ситуацию разрешить, которая у вас была. И я думаю, что вот именно в этом контексте и стоит вашу проблему разбирать. То есть я не думаю, что дело здесь касается чего-то интимного, я не думаю, что у вас прямо было что-то вот такое, связанное с интимным, действительно. Но я думаю, что однозначно было какое-то эмоциональное насилие, которое и привело, по сути, к тому, что вы сейчас чувствуете. Но это, понимаете, как, это одна из интерпретаций, и было бы лучше, если бы, ну, если бы, с вами можно было поработать непосредственно, как бы, непосредственно в личной беседе, чтобы понять в том направлении своей интимной интерпретации, допустим, я две, или нет. Может быть вам стоит просто, знаете, поговорить о том, что вы чувствуете Начать проговаривать все то, что вы чувствуете И тогда сон от вас Сон уйдет, если вы поймете его искреннее значение Если вы увидите его смысл, если вы поймете для себя его назначение Пока у вас отсутствуют, знаете, отсутствуют такие истинные понятия То есть вы, то что вы делаете, вы руководствуете понятиями ложными И, соответственно, из-за того, что вы руководствуете ложными понятиями Нет какого-либо четкого однозначного понимания того, что с вами происходит Ну а сон, он подсказывает вам, что какие-то аспекты вашей жизни, возможно, давно забытые Не дают себе такое и требуют внимания И нельзя, действительно нельзя, по крайней мере я так считаю Нельзя оставлять это просто так, потому что это может вам очень сильно навредить Например, в личной жизни, кстати, будет успеха В личной жизни вы не сможете, например, реализовываться, ну и так далее И отдельно Прямо отдельно хотелось бы вам сказать еще такую вещь Определенно между молодым человеком, с которым вы живете У вас есть что-то общее, да Между молодым человеком и вашим отцом есть какая-то связь Это нужно понимать Связь есть Вы ее не замечаете Вы ее, скорее всего, не можете замечать Вы ее не должны замечать Но она есть Когда молодой человек начинает, например, с вами жить Ведь он всем-то напоминает вам о том, как раз Что было у вас когда-то в детстве И чтобы вот этот момент для себя уяснить Опять же нужно разбираться Разбираться и разбираться с тем, что с вами происходит То есть молодой человек служит катализатором Запускается механизм комплекса Ядерного комплекса И вы начинаете испытывать Определенные Переживания Вы начинаете испытывать определенные Негативные эмоции Которые как раз таки У вас не получаются Никаким образом Для себя Как-то идентифицировать И вот именно Идентифицировать эти эмоции И нужно Для того Чтобы вам Было самой легче И понятнее С чем вы Имеете дело Чего вы Боитесь Может быть Что вы, например Ну, допустим, хотя бы Себе подавляете Я думаю, что Все решаемо Я думаю, что Все возможно Было бы у вас желание Но Не рекомендовал бы вам Надеяться Надеяться Или ожидать Что результат Подобной работы Будет Быть Вот как Сказала вам коллега Что Нужно работать И говорить В личных консультациях Я Ее в этом Полностью Поддерживаю Действительно Нужно работать И Проговаривать Это все В личной консультации Возможно Встроится Что-то такое Что Вы даже Сами Для себя Не осомнаете Такое Вполне Может быть И Это вам необходимо Это вам нужно Судя по всему Потому что Он достаточно Промирует И действительно На этом Я думаю Можно В принципе Закончить Надеюсь Что Был полезен Вам Надеюсь Что Мой ответ Вам Помог Если Какие-то Вопросы У вас Дополнительные Остались Буду рад Помочь Пишите В личку Если Понравился Мой ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи 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 Продолжение следует...